Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики моего канала, гости, которые заходят ко мне на канал. С вами сегодня я, Зара Готлиб, иммиграционный консультант из города Сан-Диего, штата Калифорния. Я не адвокат, я не даю юридические советы, я помогаю только в заполнении и в подаче иммиграционных форм, в переводе документов. И также, если ваш кейс готов, то я могу проверить вместе с вами эти документы. Сегодняшняя моя тема, она касается последних иммиграционных новостей. И это в основном новости от моих клиентов, ну и плюс из официальных источников. Значит, прежде чем я продолжу, как всегда напоминаю о том, что на канале я только знакомлю, это не юридический совет. И за то, как вы будете использовать эту информацию, несете ответственность вы сами. Спасибо большое всем комментаторам, которые ценят мою работу, мой труд. И я очень рада быть полезной. Я очень надеюсь, что вся та информация, которую я здесь предоставляю, она вам поможет легче адаптироваться в этой стране, не совершать ошибок. Значит, давайте начнем. Как всегда, мы с вами находимся на официальном сайте источника USCIS. И сегодняшняя наша тема начнется с Fingerprints. Значит, отпечатки пальцев. Тогда, когда вы сдаете свои документы, раньше обычно вы получали письмо в течение двух недель с момента получения первого письма о том, что вас приглашают на отпечатки пальцев. Но с момента, когда они объявили о том, что USCIS закрывает свои офисы для общественности, это было 18 марта 2020 года, они прекратили вот эти appointment, когда вас приглашали на отпечатки пальцев, и вы шли туда. Значит, я хочу сказать, что USCIS практически полностью открыл свои Application Support Centers. Это именно те центры, где они снимают отпечатки пальцев, за исключением некоторых офисов. И если я захожу сюда, на данный момент, в принципе, они закрыты, но можно сказать, что в Модеста, в Калифорнии, офис открывается 28 июля, в Гуаме тоже 28 июля, в Миннесоте, значит, 11 августа, дальше Northern Mariana Islands, они откроются 25 августа, в Пуэрто-Рико, в Сан-Хуане открываются 30 июля и так далее. И как мы видим, практически большинство офисов, они уже открылись, и вы можете зайти посмотреть, открылся ли ваш офис. Ну, в принципе, я бы сказала, здесь только 5-6 штатов, где некоторые из офисов не открылись, или же они планируют открыться завтра, или же 31 и самый поздний, я вижу, здесь 25 августа. Они должны уже открыться. Также хочу отметить, что мои клиенты, они уже получили, многие из них получили приглашение на отпечатки пальцев, потому что документы, их были отправлены еще вот в марте, в середине марта, и они не смогли сходить, потому что закрылись все эти офисы, и поэтому они уже получили. Я очень рада, что лед с места тронулся, и процесс пошел. Значит, вот здесь я обязательно, конечно, приложу эти ссылочки. Вот здесь вы можете зайти и посмотреть, к какому штату вы относитесь. Ну, предположим, что вы относитесь к Неваде. Значит, вы нажимаете на Неваду, и у вас выйдет, сколько у вас офисов в Неваде есть. Значит, в Неваде три офиса. Заходите, например, в Лас-Вегас, и вы видите, что у них часы с 8 до 4, и адрес, куда вы должны поехать. И, как всегда, они здесь, сейчас уже они дают информацию, что когда вы приезжаете, вы должны отвечать их требованиям, вы не должны быть больны, и также у вас должна быть своя маска, санитайзеры для рук, ручки свои, и вы не должны входить в здание раньше 15 минут. Значит, я бы сказала, что воспользуйтесь вот этим офис-локейтер, и вы можете определить, где находится ваш офис, по какому адресу и когда. Значит, что бы я вам сказала по поводу этих писем, когда вы получаете? Когда вы получаете эти приглашения, обычно в каждом письме у вас написан адрес, в какой офис вам нужно пойти, и время также обозначено, во сколько вам нужно приехать. Значит, когда вы едете в этот офис, вы обязательно, обязательно должны взять это письмо приглашения, потому что без этого письма вам не сделают отпечатки пальцев. Плюс вы должны взять любое ID, подтверждающее вашу личность. Если у вас нет ID от штата, это значит ваши паспорта. И когда вы едете туда, после того, как вам, с вас взяли отпечатки пальцев, сфотографировали, вам на это письмо приглашения, которое вы с собой привезли, ставят красный штамп о том, что отпечатки пальцев были взяты. Очень важно иметь этот красный штамп, потому что если у вас по каким-то причинам человек, который у вас брал эти отпечатки пальцев, он забыл, это иногда, когда вам нужно доказать некоторые моменты, что вы проходили на самом деле отпечатки пальцев, у вас вот этот красный штамп может быть доказательством этого. И также я бы хотела сказать, чтобы вы всегда-всегда сохраняли все эти письма, которые приходят вам с эмиграции. Не нужно их выкидывать, потому что вы не знаете, в какой момент они вам могут понадобиться. Сделайте копию или же сфотографируйте на телефон чистую такую копию этого документа и сохраните, потому что одно дело вы сохраняете в бумажном варианте, другое дело, когда вы, например, отсканировали, или же вы сняли, сделали фотографию этого документа и оставили себе, потому что эти бумажки всегда-всегда нам могут понадобиться. Значит, вторая новость о том, что я бы хотела бы рассказать, то, что начали приглашать на интервью. Значит, в Калифорнии у меня пока вот те, кому отменили, пока никто не получил приглашение свои на интервью, но те, кто, например, получили свои приглашения в Нью-Йорке, Родд-Айланд, дальше это Саус-Каролайна, они все прошли свои интервью по браку, и всё хорошо прошло. Есть некоторые ограничения, естественно, то, что вы заходите, вы должны быть в масках, переводчик с вами не может пойти, вы должны с ним договориться по телефону. И хочу сказать, что раньше, если переводчик с вами заходил в комнату, то сейчас, к сожалению, этого нет, ваш переводчик должен быть на телефоне. Не обязательно ему съехать с вами, он может сидеть дома и ожидать вашего звонка, когда вас с ним соединят, но на всякий случай, если вы не говорите по-английски, то он у вас должен быть за исключением политического убежища. Если вы едете на интервью по политическому убежищу, ваш переводчик едет вместе с вами, и он будет сидеть в отдельной комнате. Ещё хотела бы отметить, что офисы USCIS открываются потихонечку. На данный момент они открыли свои сервис-центры, которые будут брать отпечатки пальцев, и поэтому я бы вас хотела предупредить, чтобы вы начали следить за своей почтой. Не пропустите эти письма, потому что очень важно, если вы пропустите, у вас могут возникнуть проблемы, поэтому обязательно следите за своей почтой и смотрите. То же самое касается и писем приглашений на интервью. Если по причинам COVID ваше интервью было перенесено или отменено, это означает, что вы тоже должны теперь ожидать эти письма, потому что USCIS опять они начали приглашать всех, на интервью, поэтому будьте готовы. Вот. На сегодня у меня вот эти новости, хорошие новости, я бы сказала, что USCIS, они возобновляют свою работу, и это означает, что ваш процесс будет идти быстрее. И также хотела сказать, что на данный момент есть такая новость, что выдача карт по разрешению на работу и грин-карт, она немного будет в задержке, потому что раньше USCIS использовали другую организацию, которая печатала им эти карточки, и на данный момент у них контракт закончился, и поэтому они взяли сами на себя эту ответственность, печатать эти документы, и поэтому, возможно, могут быть задержки в получении самих карт. Но если вам утвердили ваши документы, то, значит, и вы не получаете свою карточку, не переживайте, это значит, вы ее получите, но чуть-чуть попозже. Оставляйте комментарии, спрашивайте, если у вас есть вопросы, и желаю вам всего самого наилучшего, и также от всего сердца вам желаю, чтобы все ваши иммиграционные шаги, весь иммиграционный процесс прошел у вас удачно, и дай бог, чтобы вы воссоединились со своими родными как можно быстрее, и дай бог, чтобы вы все те, кто ожидает свои разрешения на работу, грин-карту, получили свои карточки также. С вами была Зара, всего доброго, мы остаемся с вами на связи. Пока!